Время новостей на нашем телеканале. В студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. В Молдове зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, речь идет о 79-летнем мужчине из Аргеева. Пациент скончался прошлой ночью в Республиканской клинической больнице. Общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 28. На сегодняшний день подтверждено 1174 случая инфицирования. Выздоровело 50 человек. Минздрав объявил о перенесении традиционного утреннего брифинга, который состоится в четверг после обеда. Причины проведения других мероприятий, каких именно, министерство не уточнило. Начиная с 7 марта, когда в Молдове был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19, и до сегодняшнего дня вирус распространился практически по всей стране. Шалдонежский район – единственный на карте страны, где не был подтвержден ни один случай заражения. Официальные данные показывают, что больше всего от коронавируса пострадал Кишинев, где зафиксировано почти 400 случаев инфицирования. Около 14 тысяч жителей столицы находятся под наблюдением врачей. За Кишиневом следует район Штефанвода, где выявлено почти 170 заболевших, и около 1400 находятся под домашним медицинским наблюдением. На третьем месте – Сорокский район. Здесь число случаев COVID-19 увеличивается каждый день. По данным на 8 апреля, там уже 150 инфицированных. В Левобережье подтверждено 70 случаев заболевания. По данным Минздрава, вирус быстро распространяется и в Гладянском районе. Здесь заражено около 50 жителей. В то же время в Аргеевском, Ханчешском, Еловенском и Когульском районах всего зарегистрировано от 30 до 40 случаев. Менее 30 инфицированных людей в Фалежском районе. В других регионах страны число тех, кто пострадал от COVID-19, достигает 15. На последнем месте находится Окнинский район и город Камрад по одному случаю инфицирования. Официальные данные показывают, что наиболее подвержены коронавирусной инфекции люди в возрасте от 50 до 59 лет. Затем следует возрастная категория от 40 до 49 лет. Около 200 инфицированных пациентов в возрасте 60, 69 и 30, 39 лет. Меньше всего заболевших детей от года до 9 лет. Также отмечено, что в Молдове пожилые люди в возрасте 80 лет менее подвержены инфицированию COVID-19. Согласно информации Минздрава, общее количество подтвержденных случаев достигает почти 1200 человек, из которых 700 – женщины и 500 – мужчины. Порядка 38 тысяч граждан республики находятся под домашним наблюдением. 200 из них с подозрением на новый коронавирус. К 9 апреля выздоровело уже более 50 пациентов. В процентном отношении число выздоровевших составляет 4,14%, число умерших – 2,17%. Исследование, опубликованное в американском издании «Нью-Йорк Таймс», показывает, что уровень смертности в Германии составляет 1,4%. В Италии – 12%, в Испании, Франции и Великобритании – 10%, в Китае – 4%, в США – 2,5%. Более 300 сотрудников медицинской системы в Молдове инфицированы новым вирусом. Такая информация содержится в официальных данных, представленных Министерством здравоохранения. Больше всех пострадали от COVID-19 медицинские работники из Сорок, Штефан Воды и Гладян. Согласно данным, обнародованным Минздравом Республики, 317 медицинских работников заражены коронавирусом, что составляет 27% от всех подтвержденных случаев в Молдове. Среди инфицированных – 86 врачей, 24 ассистента, 1 фельдшер, 6 фармацевтов и еще 92 человека из вспомогательного персонала. Наиболее пострадавшие от COVID-19 – сотрудники районной больницы и неотложной медицинской помощи в Сороках, где их уже 96 человек. Официальной информации о том, как именно они заразились, пока нет. В больнице Штефан Воды 46 заболевших медиков, в Гладянах – 20 сотрудников системы здравоохранения. Среди инфицированных – 16 медицинских работников из Республиканской клинической больницы и 9 из клинической психиатрической клиники. Напомним, ранее директор Республиканской больницы был уволен за то, что решил провести тесты для некоторых своих сотрудников с симптомами коронавируса в частной клинике. Тесты дали отрицательный результат. Согласно официальным данным, первый врач заразился 7 марта при интубации пациентки с диагнозом COVID-19. Впоследствии процесс интубации был изменен, чтобы максимально снизить риск заражения медицинского персонала. Республиканская больница разместила на официальной странице в одной из социальных сетей видеозапись, на которой продемонстрировано, как происходит эта процедура. До сих пор официально известно о смерти трех медицинских работников. Чтобы поддержать врачей в борьбе с пандемией COVID-19, власти объявили, что зарплаты тех, кто находится на первой линии, будут удвоены, а те, кто заразится на рабочем месте, получат пособие в размере 16 тысяч леев. Однако до сих пор не обнародована информация о том, сколько сотрудников системы здравоохранения заразились вирусом на работе. В каждом населенном пункте Молдовы должен дежурить по меньшей мере один медработник, которого необходимо обеспечить оборудованием, средствами защиты и служебным автомобилем. С таким требованием к районным комиссиям по чрезвычайным ситуациям обратились местные избранники от политической партии ШОР. В то же время Валерий Клименко, столичный муниципальный советник от политформирования, просит направить все доступные в бюджете Кишинева средства на борьбу с коронавирусом и, цитата, «повременить с клумбами и фонтанами». С таким предложением он обратился к примару столицы Иону Чебану. Валерий Клименко отметил, что руководство Кишинева должно сконцентрироваться на спасении человеческих жизней и напомнил, что всегда выступал за рост инвестиций в инфраструктуру столицы. Но сейчас, в условиях пандемии, необходимо пересмотреть приоритеты. «Считаю необходимым ввести мораторий на любые тендеры и госзакупки, не связанные с борьбой с коронавирусом, а деньги направить на приобретение дополнительного медицинского оборудования и средств защиты, чтобы обезопасить медицинский персонал и обеспечить качественный уход за больными». Пресс-секретарь столичного генпримара Наталья Иксарь на сообщение с просьбой нашего корреспондента прокомментировать ситуацию написала следующее. На этом этапе было решено переориентировать 40 миллионов леев, которые выделила премария для борьбы с COVID-19. Финансовые ресурсы будут распределены в Управление социальной помощи и всем муниципальным медико-санитарным учреждениям на основе списков необходимого, предоставленных каждым учреждениям. Ранее в муниципальном совете отметили, что работы были запланированы и не могут быть остановлены. Напомним, в разгар пандемии столичная премырия решила потратить более 4 миллионов леев на строительство фонтанов в парке Лайзвор. Еще 700 тысяч выделено на закупку цветов, которые высадят в общественных местах. Коллеги муниципального советника Валерия Клименко, местные избранники из других районов, подчеркивают, что ежедневно получают обращения от жителей отдаленных сел, которые боятся распространения коронавируса. Поэтому они требуют принять срочные меры, чтобы в случае необходимости обеспечить транспортировку пациентов с подозрением на COVID-19 в районные центры. Советники от политической партии ШОР предлагают закрепить за каждым медпунктом автомобиль из числа тех, которые находятся на балансе местных властей и простаивают в период чрезвычайного положения. А деньги на расширение штата медработников требуют выделить из бюджетных фондов. Местные избранники от партии ШОР в свою очередь выступили с инициативой пересмотреть районные бюджеты и принять пакет антикризисных мер. В частности, снизить местные сборы, чтобы поддержать предпринимателей и ввести мораторий на финансирование второстепенных задач. К ним предлагают отнести государственные закупки, а также премии, надбавки и компенсации сотрудников аппарата, председателей района, их заместителям, примарам и советникам всех уровней. Также советники от партии ШОР призвали коллег отказаться от выплат за участие в заседаниях и направить эти деньги на борьбу с коронавирусом. Около 200 тысяч защитных экранов исчезли по пути из Китая в Молдову. Об этом сообщил премьер-министр страны на своей странице в социальной сети. Однако, по словам Иоанну Кику, наша республика при этом не потеряла ни лея, поскольку оплата производится только после получения заказа. Глава правительства написал, что три недели назад Центр госзакупок в области общественного здоровья заключил контракт на приобретение 200 тысяч защитных экранов. В конкурсе участвовала только одна компания. Цена за одну единицу, указанная в договоре, составляла 54 лея. Оплата товара после доставки. Однако, до сих пор ничего не было доставлено, отметил Иоанну Кику на своей странице в социальной сети, потому что все, что отправляется китайскими компаниями, исчезает по дороге. Соответственно, из бюджета не тратится зарезервированная сумма, написал премьер. Советник премьер-министра по связям с общественностью Виталий Драганчев в беседе с нашим корреспондентом отметил, что неизвестно, как именно исчезли защитные экраны, и что сейчас этот вопрос обсуждается с другими компаниями, которые могли бы доставить нам эти защитные спецсредства. Также в своем сообщении Иоанну Кику отметил, что на следующей неделе власть организует чартерный рейс из Китая, чтобы доставить тесты, экраны, респираторные маски и другое оборудование и материалы, необходимые для предотвращения и борьбы с пандемией. Напомним, ранее студенты технического и медицинского университетов занялись производством защитных экранов для медицинских работников. На первом этапе в больнице передали 2000 единиц средств защиты. В эти выходные движение общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах будет приостановлено. По решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, 11 и 12 апреля троллейбусы и автобусы в этих городах не выйдут на рейсы. Тем же решением продлен до 24 апреля режим работы транспорта без кондукторов в обоих этих городах. Напомним, с 28 марта городской общественный транспорт ходит только в определенные часы с 6 и до 10 утра и с 16.00 до 20.00. Сделано это в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, работы по дезинфекции в муниципе Аргеев продолжаются. Несколько единиц спецтехники ежедневно задействованы в процессе дезинфекции дорог, а по просьбам жителей города стали обрабатывать и дворы жилых домов. Месяц назад местные власти приняли решение, что улицы Аргеева будут дезинфицироваться для предотвращения распространения COVID-19. Меры проводятся ежедневно работниками коммунальных служб города. Их задача – тщательно обрабатывать все общественные места раствором на основе хлора и спирта, который производят на предприятии АПКанал Архей. В этом процессе задействованы 8 транспортных единиц и более 20 человек. Наши сотрудники дезинфицируют весь транспорт, заезжающий в муниципе Аргеев, а также проезжую часть, тротуары и общественные места. По просьбе граждан также регулярно дезинфицируют и дворы жилых домов в муниципе. Предпринимаются все меры по борьбе с COVID-19. У нас есть пункты дезинфекции, это очень важно для Аргеева. Как видите, статистика муниципия и Аргеевского района очень хорошая. Жители приветствуют инициативу властей. Это преимущество. Если люди будут хотя бы защищать себя, это уже лучше. Это весьма необходимо для профилактики любых инфекций, сейчас особенно. Кроме того, все граждане получают информацию о пандемии коронавируса и о том, как себя защитить. Для этого напечатаны информационные листовки, которые распространяют во всех общественных местах. Пандемия не закончилась. Мы находимся в самом ее разгаре. И элементарные меры, принятые вовремя, могут спасти жизнь многих. И уверен, что и наше здоровье, и время. С самого начала пандемии COVID-19 власти Аргеевского района предприняли ряд мер для предотвращения распространения вируса. Аргеев стал первым населенным пунктом страны, где все машины, въезжающие и выезжающие из города, дезинфицируются. Специальные санитарные фильтры были установлены во всех населенных пунктах района, где были подтверждены случаи COVID-19. После того, как один из сотрудников почты заболел коронавирусом, все почтовые отделения Аргеевского района прошли усиленный процесс дезинфекции, чтобы избежать распространения заболевания. Медики, которые заботятся о больных и тех пациентах, у кого подозревают коронавирус, размещены для проживания в гостинице, где им обеспечены достойные условия и хорошее питание. Кроме этого, Аргеевский районный совет снабдил дезинфицирующими растворами все населенные пункты, в которых были зарегистрированы случаи COVID-19. Все меры предпринимаются при поддержке политической партии Шор и по инициативе председателя партии депутата Илона Шора. Чтобы поддержать местные власти в борьбе с коронавирусом, благотворительный фонд «Мирон Шор» передал миллион леев Аргеевскому районному совету. На эти деньги уже была приобретена первая партия медицинского оборудования для районной больницы, куда госпитализируют заболевших COVID-19 из Аргеевского, Теленежского, Резинского и Шелдонежского районов. До 30 июня 2020 года включительно продлеваются сроки действия сертификатов международного стандарта на технический контроль автомобилей для перевозки грузов и прицепов, которые стекли после 12 марта 2020 года. Об этом накануне в рамках брифинга сообщил премьер-министр Ион Кику. Глава Кабмина отметил, что в текущей ситуации перевозка товара в режиме экспорта длится гораздо дольше, чем обычно, и часто срок действия сертификатов ТО истекает в момент транспортировки. А так как без сертификатов перевозка товаров невозможна, было принято решение о продлении срока их действия. Напомним, штраф за просроченные сертификаты составляет от 20 до 50 условных единиц. Далее о новостях, связанных с коронавирусом, пришедших из рубежа. Старший сын президента Сербии Александра Вучича заразился коронавирусом. Об этом рассказал сам глава государства. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что купил себе блокатор вирусов в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, передает ТАСС. Он рассказал, что приобрел его в аптеке по собственной инициативе. Устройство выделяет диоксид хлора и обеззараживает воздух. Однако, насколько оно эффективно, неизвестно. Само же вещество обычно не используется для дезинфекции и может быть токсично. Далее о статистике COVID-19 в мире за последние 24 часа. Общее число заразившихся COVID-19 в мире достигло 1 миллиона 480 тысяч человек, приближаясь к полутора миллионам. Такие цифры опубликовали сотрудники Американского университета Джонса Хопкинса. Количество погибших возросло до 88,5 тысяч человек, выздоровевших – 329 тысяч. В США за последние 24 часа от коронавируса умерли почти 2000 человек. Это новый печальный рекорд по числу смертей за сутки. Больше всего инфицированных в штате Нью-Йорк. По этому показателю штат опередил Италию. В Испании европейском рекордсмене по заболеваемости коронавирусом – 148 220 зараженных. Умерло почти 15 тысяч человек. В Италии инфицированы 139,5 тысяч жителей страны. Из них 17 669 погибли. В Румынии – 4761 зараженный. В Украине число заболевших выросло до 1892 человек. Из них 52 летальных исхода. Европейский союз намерен выделить 190 миллионов евро Украине на борьбу с новым вирусом. В Беларуси уже 1486 случаев коронавируса и 16 смертельных исходов. По информации Минздрава этой страны, прирост зараженных за один день составил 420 человек. Несмотря на это, белорусский президент Александр Лукашенко не торопится вводить карантин. Его пресс-секретарь сообщила, что глава государства сам не принимает никаких особенных средств защиты, встречается с людьми и здоровается с ними за руку. Только чаще моет руки. Помимо этого, Лукашенко посоветовал населению лечиться водкой, сливочным маслом, дышать дымом костра, ну и, конечно, кататься на тракторе. Тем не менее, согласно изданию «Европейская правда», Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса. В России, согласно отчету Федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, общее число заболевших выросло до 10 131, погибших 63. Тем временем, как сообщается о состоянии народной артистки России, Надежды Бабкиной стабильное и не ухудшается. Артистки поставили диагноз «двусторонняя пневмония». Коронавирусная инфекция у Бабкиной не выявлена, как было заявлено ранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова